Как стало известно информационное агентство Prime Crime, накануне второго в этом году задержания в Стамбуле по делу об оружии 36-летнего потомственного вора в законе Гурама Чехладзе, более известного в криминальной среде как Вижович, в Турции наметился контур будущего раскола между членами некогда сплоченного и все еще самого мощного воровского клана Аняни Джингвиладзе. Причиной нового конфликта называют стремление шакра, нарушающие гегемонию грузин иметь на территорию Турции собственный воровской круг. Ключевая роль в этом проекте отводится Гураму, которому со смертью Гули, похоже, достался весь кураж, потерянный гулиевцами. Помимо Квижовича, ядром нового сообщества являются лояльные шакры кутаистцы из числа сторонников Аняни, Сапоти, Цыка, Рамас, Бадри, Жоржикич, Беса и Ника евреи. При этом любые усилия по формированию в Турции нового центра силы, под эгидой шакра, встречают естественное противодействие Мираба Джингвиладзе, некогда незыблемые позиции которого с уходом кутаистцев существенно ослабеют. Гурам, вышедший невредимым из смертельно опасной расприз Гули, напротив переживает невиданный подъем своего авторитета. Также, как год назад, когда Гули объявил своих врагов, Гурама, Бадри и Кватию не ворами, никто не осмелился ему возразить, сегодня воровские полномочия Гурама, или Бадри никто под сомнение не ставит. При этом бывшие подопечные Гули, участвовавшие в его решениях, уже начали испытывать на себе давление со стороны тех, кого они коснулись. Месяц тому назад собравшиеся в Стамбуле кутаистцы в лице, Рамаза, Цыка, Сисины, Беса, Аслана, Курши, Квижовича и Гишаша позвали к себе перекрестника Гули, Армана Калужского, чтобы задать ему вопросы. По словам источника, в течение последующих нескольких дней Арман под разными предлогами уклонялся от встречи. В конце концов, Рамаз унизил Армана и все его бывшее гулиевское окружение оскорблением, которое в порядочном обществе смывается только кровью, а Гишаша, взяв трубку, пообещал, что при встрече не окажет Арману воровских почестей. В еще более сложной ситуации оказался Важебеганишвили, который, заручившись некогда поддержкой Гули, ополчил против себя большинство греческих воров, предводительствуемых после смерти Квати из Азои Амброладзе. В ответ на мнение Важи, не зложенные им греки, пришли в сентябре к согласию по поводу того, что Важа сам не вор. С тех пор Важа хранит молчание и надеется только на собственные силы, потому что помощи ему ждать не от кого. Впрочем, нежеланием встречаться с коллегами грешат не только бывшие сторонники Гули. За день до недавнего ареста Гурам, неразлучные с ним Рома, Езид и Цриппа принимали Чуту, Якича и Чинку, парламентеров от Мамуки Квиженадзе, требовавших выдачи Барджги. Не считая конфликта между близким окружением Чурадзе и Квиженадзе, на повестке дня снова стало участие Цриппы, Чурадзе и Барджги в прошлогоднем беззаконном короновании Ахтама Самаркандского. Одному из крестных отцов несостоявшегося узбекистанского вора, Дата Сургутскому, уже пришлось с позором оправдываться перед возмущенными коллегами и извиняться за свое поведение. По словам источника, все события, последовавшие за убийством Гули, это игры разума Шакра и Мираба, между которыми неизбежен конфликт. При этом воры, ориентированные на Мираба, придерживаются строгого мнения о недействительности всех новых воровских коронаций, что противоречит решению ереванской сходки и является принципиальным поводом для разногласий с более толерантными коллегами.